Эгоизм, он в Африке эгоизм, какая разница? Женская ревность, мужская ревность. Человек ревнует, значит, он хочет счастья, наслаждаться человеком сам, лично. Женская ревность, мужская ревность, это нужная вещь, нужная. Зачем? Она держит отношения в рамках определенных, но она может сама перейти в сумасшествие. Есть много причин на это. Например, если человек очень сильно любит, именно влюбленность сильная, то есть он испытывает сильное наслаждение при виде близкого человека, очень сильное наслаждение, которое перекрывает ему разум. То вот такая вот влюбленность, которая перекрывает разум, она опасна в отношениях. Почему? Потому что когда у человека в отношениях перекрывает разум, то совершенно он не может себя контролировать в том, как близкий человек должен себя вести. Ну, допустим, девушка, она по своей природе склонна вообще улыбаться по жизни. Но когда она по улице идет и улыбается, он думает, что на всем улыбается, кроме него. Ну, это означает ревность, то есть сумасшествие, вид сумасшествия такой. И он не дает ей улыбаться, говорит, на улице идешь, не улыбайся. Она идет, не улыбается, короче. Ну, то есть он ее мучает, то есть он не дает ей жить, не дает ей свободы жизни. Ревность означает в данном случае ограничение возможности человека жить. И ревность может просто такой дебильной частью любви стать, что просто даже можно анекдоты рассказывать и смешно становится. Ревность, что иногда мужья не пускают жен даже работать или вообще не пускают на улицу, сиди дома. Ну, сильно красиво это нельзя. Не дают с братом общаться или с отцом. С братом даже. Брат приходит, он смотрит, о чем я разговариваю с братом. Ну, смешно же. Но ревность это дебильная вещь совершенно в этой связи. Поэтому проявление ревности в обычной жизни, это устроено Богом. Потому что обязательно жена должна следить за мужем, с кем он общается. Потому что женская энергия же имеет силу, женщины имеют силу. Они очень тонко влияют на психику мужчин. И поэтому женщина должна установить порядок, как отшивать в семье других женщин. Этот порядок должен существовать, обязательно. И мужчина должен принять этот порядок. Допустим, мужу написала письмо, какая-то девушка там. Мне бывает так, что мне пишут письма. Приносят письма какие-то домой мне. Ну, какие-то девушки пишут письма по поводу их жизни, там еще что-то. Жена говорит, я открываю письмо и читаю. Мне говорят, я говорю, хорошо. Она открывает, читает. Смотрит. Нет, письмо неправильно написано. Ты не будешь читать его все. Я говорю, хорошо. Мне лучше. Меньше работы. Это право жены. Если женщина написала, она имеет право дать его мужу или не дать. Или еще вообще эту женщину обвинить в чем-то, позвонить и сказать. Больше таких писем моему мужу не писать. Это нормально. Это ревность. Это ревность. Но это нужно. В семье это нужно. Обязательно. Муж тоже должен контролировать поведение жены и ограничивать ее от излишних контактов с другими мужчинами. Почему это нужно? Потому что, когда контакты излишние есть, вероятность того, что сердце выхватит кто-то близкого человека и завоюет его, очень высока. Человек же не может контролировать свое сердце. Если его от сердца схватили, то у него крыша съезжает. Поэтому человека можно в семье вообще выхватить. У меня есть, допустим, такие примеры с моими знакомыми. С теми людьми, которых я хорошо знаю. У девушки была очень хорошая семья. Был муж любимый. Маленький ребенок. И их семья, у них было такое гостеприимство. Они любили приглашать друзей, подружек в дом общаться с ними. То есть это нормально. Но там была такая ситуация, что жена начала приглашать слишком часто свою подружку одну домой. И муж в нее влюбился. Причем влюбился так сильно. Но она, видно, дала повод, потому что просто так же не влюбишься. То есть до этого женщина должна определенным образом настроиться, чтобы в нее можно было влюбиться. Женщина регулирует эту систему. Она может так сделать, что в нее можно влюбиться, или может так вести себя, что в нее нельзя влюбиться. Все зависит от того, как она настроена. То есть эта девушка решила, что в нее можно влюбиться. И она так настроила систему свою, что он в нее влюбился. И настолько сильно влюбился, что он не смог жить с женой, бросил ее просто. И ушел к этой девушке. И сейчас он живет с ней. А жена осталась с ребенком и ждет своего мужа. Страдает, не хочет больше никого, ждет своего мужа. Уже полтора года или два это продолжается. Причем она живет с его матерью. И его мать тоже ее любит. Представляете, что произошло? Была счастливая семья. Мать любила свою невестку. У нее хороший сын родился, хороший мальчик. И из-за того, что она прохлопала, не увидела, что девушка строит личные отношения с ее мужем. Она прохлопала. Потому что вначале, если бы она ее отшила, у нее не такие сильные чувства, ничего страшного бы не произошло. Так, ну что-то почувствовал, ну как бы он подумал, да, что-то сурово она с ней обошлась. Ну и все нормально, ничего страшного. Так, не такая большая проблема. Но так как она прохлопала момент, и сердце его очень сильно рванулось в ту сторону, он уже с собой ничего не может делать. Он говорит, я не могу, я ее люблю, все. Бросил жену. Ушел из семьи. И жена ждет его, продолжает ждать. И мама на ее стороне. А он уехал в другой город. Потому что ему очень трудно в этой ситуации жить другим человеком. В результате ребенок остался без общения с отцом. Из-за того, что он уехал в другой город, у него полетел весь бизнес. У него был свой бизнес серьезный в этом городе. Все полетело. Трам-тарары, как там говорят. Ну то есть, вот представьте, что такое любовь. То есть, все. Женщина не досмотрела. Результат печальный. Все развалилось. В его жизни, в ее жизни. Понимаете? Поэтому. Ревность это хорошая штука. Просто надо ее регулировать. Надо в себе очень трезво осознавать, сколько ее надо проявлять, сколько не надо проявлять. Чтобы это все не выглядело сумасшествием. Пожалуйста, повторите мантру «Я желаю вам счастья» на санскрите. Мантру на санскрите также. Сарви означает «все». Паванту означает «живые существа». Суки-нага означает «счастье». То есть, «всем желаю счастья» переводится так. «Сарви паванту суки-нага». Это первая строчка одной из шанти-мантр. Вся мантра звучит так. «Сарви паванту суки-нага». «Сарви шанту нирамая». «Сарви бадрани пашянту». «Накашчи дуг габа бавейт». В целом, я думаю, мы выставим на сайте. Можете скачать. Я попрошу, чтобы... Можно эти несколько мантр таких мы выставим. Будете их повторять. «Мы уже столько жизней прошли. Но похоже, что ничего особенного еще не достигли. Почему? Неужели мы не получили знания?» Хороший вопрос. Понимаете, проблема заключается в том, что мы можем получать знания, но при этом его забывать. Если человек совершает какие-то греховные поступки, знание утрачивается. Поэтому многие из вас в прошлых жизнях были великими мудрецами. Понимаете? Но в силу того, что были совершены какие-то поступки неправильные, эти поступки действуют таким образом, что они меняют мировоззрение человека. В этом и заключается проблема поступков вообще, что они меняют мировоззрение. Если ты совершаешь какой-то неправильный поступок, то потом у тебя меняется понимание вещей в жизни. В этом заключается проблема. А не в том, что мы ничему не научились. Вы понимаете, многие из вас сидят на лекции, слушают и думают, это я уже знаю, это у меня уже в сердце есть, это я в глуше понимаю. То есть у вас уже есть этот опыт. Просто мы чем занимаемся здесь? Мы его напоминаем. То есть мы его вспоминаем, этот опыт. Вот и все. То есть опыт у вас уже есть у многих. Может даже у вас гораздо больше опыта, чем у меня у многих. Просто такое общение дает возможность его вспомнить. В этом заключается суть. Поэтому надо молиться Богу постоянно, чтобы Он не лишил нас знания. В этом заключается самая главная проблема, что в результате жизни мы теряем, что-то теряем, теряем знания. Из-за каких-то ошибок, которые мы совершили и так далее. Нужно ли ходить на кладбище к близкому человеку? Если тебя заставляют, но у тебя нет такой потребности. Это очень частный вопрос, потому что на него невозможно однозначно ответить. То есть с точки зрения отношений лучше сходить. Потому что если тебя заставляют, значит есть какие-то основания. Допустим, ты не идешь на кладбище, тебя заставляют. И у тебя уничтожаются отношения, допустим, с каким-то твоим родственником. Почему уничтожаются, я сейчас объясню. Потому что есть вещи, которые являются сверхценными, очень ценными в жизни человека. Допустим, умершие люди – это сверхценная часть нашей жизни. Это не просто ценная, а сверхценная часть нашей жизни. Ну, допустим, мама говорит своему сыну – сходи на кладбище, допустим, поведай моего отца, то есть деда, или своего отца. Ну, допустим, человек не любит ходить на кладбище, он как бы в сердце в своем любит отца или деда, допустим, но на кладбище ходить не хочет. В результате он говорит, я, мама, не пойду. Она внешне ничего не говорит, но для нее это большая травма психическая. То есть она, то есть можно травмировать человека просто одним таким словом, очень серьезно, и испортить с ним надолго отношения. Но сердце она тебя не будет уважать, потому что она считает, что ты не любишь своего близкого человека, значит, ты жестокий, холодный человек, и нет смысла с тобой продолжать какие-то серьезные, глубокие отношения. С этой точки зрения лучше сходить на кладбище, потому что речь идет не об отношениях с тем, кто умер, а идет о отношениях с тем, кто жив, понимаете? То есть в этой связи надо ходить на кладбище, если для человека близкого это большую ценность представляет. С другой стороны, согласно ведическим представлениям, для того, чтобы общаться с близким человеком, который оставил тело, не нужно никакое кладбище. Просто как только ты его вспоминаешь, в эту же секунду ты устанавливаешь с ним контакт. В эту же секунду это происходит немедленно. Просто мы должны очень четко осознавать, что это за вид контакта. Потому что если мы этого не понимаем, тогда тоже многие вещи будут непоняты. Например, надо понимать, что пока человек находится в тонком теле, он еще никуда не ушел, а это может длиться где-то максимум 40 дней, как вот отмечают. Ну где-то так, потому что 10 дней переформировывается тонкое тело. Потом еще какое-то время он пытается осознать свою жизнь, как бы сделать из нее выводы. То есть на это все уходит время, и потом, через какое-то время, он дальше движется по судьбе. Уходит или на низшие планеты, или на высшие, или остается на средние. Поэтому пока он находится здесь рядом, то есть до 40 дней где-то, если вы о нем думаете, то он реально общается с вами через мысли. То есть вы можете думать о нем, будет думать о вас, и вы будете, если вы чутко настроены, то вы будете чувствовать его присутствие, его мысли, его настрой близкого человека. Такое общение будет. Когда он уходит в другую среду, в другую сферу существования, то постепенно его возможность контактировать, прямая, она уменьшается, потому что даже находясь в тонком теле, но человек, когда находится в другой среде, он постепенно забывает то, что у него было в этих отношениях. Однако, если вы думаете о нем, желаете ему счастья, вы все равно немедленно находите его в тонком теле и даете ему возможность быть счастливым, своими хорошими мыслями, допустим, или молясь за него, или раскаиваясь. Поэтому те родственники, которые жили с нами в прошлых жизнях, в следующей жизни становятся нашими ангелами-хранителями. Ну, что это значит? Это означает, что мы, допустим, молимся за человека, а он уже где-то родился в это время и нас уже не помнит. Но при этом наша молитва защищает его судьбу. Так действуют как бы вот эти вот вещи. Поэтому, если ты, допустим, прошло время, ты молишься уже о человеке, чтобы защищать его судьбу, а ты молишься, чтобы у него все было в жизни хорошо. Но если ты молишься таким образом, почему ты меня оставил, я тебя не могу видеть, мне скучно без тебя, то в это время у него будет ощущение утраты, боли, и он не будет понимать, почему. То есть он в новой жизни живет, но ему плохо будет. И он не будет понимать, почему. Потому что он уже забыл эту жизнь. Однако, если живые существа уходят на райские планеты, на высшие, они не забывают свои прошлые жизни. Там они помнят их. И поэтому, если человек ушел наверх, в райские планеты, то вы можете молиться, думать о нем, и вы реально будете чувствовать контакт. Если человек остается на средних планетах, он заново рождается, он не сможет вас почувствовать, но вы его можете чувствовать дальше. И если человек уходит на низшие планеты, то он не может вас почувствовать, но вы можете его спасти от низших планет. Если человек уходит близкий на низшие планеты, вы можете с помощью своей молитвы вытащить его оттуда. И это реально. Это очень реально работает, потому что сила наших мыслей огромна. Там, в низших сферах, она действует очень сильно, могущественно. Ну, допустим, я примерно могу почувствовать, куда пошел близкий человек. И мой опыт личный показывает, что мои одни знакомые, они в результате четырехмесячной молитвы, они не дали отправиться, во-первых, на низшие планеты, своей родственной матери, они просто не дали ее туда отправиться. Они и как бы пепел бросили в святую реку в Индии, в священное место, и молились постоянно, и ставили освященную пищу перед ее фотографией. То есть они делали все для того, чтобы она не отправилась на низшие планеты. Она не направилась. Они победили, переломили ход ее судьбы, таким образом, своей молитвой. И не так много времени надо. Видите, всего четыре месяца, и такой серьезный результат. Как они это почувствовали? Сильная радость в сердце возникла. Когда вот произошло то, что она уже не вниз пошла, она родилась где-то на средних планетах. У них огромная радость в сердце возникла, они почувствовали счастье. Потому что когда живое существо попадает на низшие планеты, там жуткие страдания продолжаются очень много. Потом еще после этого, чаще всего она рождается в животной форме жизни, а не в человеческой. Это, кстати, тоже накладывает нашу возможность вспомнить и знать. Если мы в какой-то жизни в животном теле живем, то мы забываем все предыдущий опыт в человеческой форме жизни. И следующая жизнь в человеческом теле, она сначала будет где-нибудь... То есть в таких вот племенах. Всякие чукчи там, всякие индейцы. Ну, то есть такая малоразвитая форма жизни человеческая. А потом уже вспоминается, и человек свои прошлые воплощения уже начинает осознавать больше и больше, прошлый опыт вспоминается. Веды говорят, что если человек получил какое-то духовное знание, оно пропасть не может полностью. Оно может просто чуть-чуть подзабыться и вспомниться, но оно не пропадает. Совсем не пропадает. Вот такая уникальная сила знания, которую человек получает в своей жизни. Назовите медленно и ясно еще раз название и автора того трактата, который цитируете. Ти-ру-ку-рал. Трактат так называется. И автор называется Ти-ру-ва-лю-вар. Написали? Так, не понял, кто живет в любви? Кто-то живет в любви, но дети не приходят. Что делать, чтобы чудо случилось? Недостаточно информации. Семья живет в любви, но дети не приходят. Знаете, есть... А, я понял Ваш вопрос. Есть разные, есть разные, как бы, моменты, которые надо понять. Первое, надо понять, что это для женщины самое большое наказание, это бесплодие. Причина такого наказания, это жестокое отношение к детям в прошлой жизни. Когда женщина плохо, жестоко относится к своим детям, в следующей жизни она получает бесплодие. Ну, то есть, надо понять, что это наказание. Первое, что нужно понять. Второе, нужно понять, что любое наказание можно преодолеть или своими силами, то есть, с помощью молитвы и здорового образа жизни, или с помощью силы кого-то другого, то есть, силы врача, допустим. И, конечно, во всем есть воля Бога, но человек, который, допустим, имеет бесплодие, он должен пробовать все способы для того, чтобы избавиться от него. Он не должен думать, раз Господь не хочет, значит, я ничего не должен делать. Нет, ничего подобного. Что касается моей помощи в этом случае, то у нас есть мощная методика, которая лечит бесплодие. Я могу вам сказать, что вот последние результаты, допустим, наши. У нас есть одна женщина, которая не только не могла зачать, она также не могла и выносить. В тем случае, когда она зачинала, даже искусственно, она выкидывала детей, не могла выносить. Один раз мы ей поставили камни, и она не смогла, мы не помогли ей, она выкинула ребенка. Хотя она смогла зачать, она не смогла выносить, выкинула. Потом она поставила, она очень решительный человек, и она верит, что я должен ей помочь. Вот. Она поставила второй раз камни, они зачали ребенка, и в момент кровотечения, ну, обычно женщина просто сидит, боится даже дернуться, она побежала в центр, у нее началось кровотечение, которое должно было вышвырнуть опять плод из матки, то есть у нее где-то 4 недели уже, или 5 было беременности. Она побежала в центр, и прибежала, она в Москве живет, я, а можно и по фотографии, я могу консультацию, как носить. Я взял, переставил ей камни, поставил по другой схеме, и у ней кровотечение в этот же день прекратилось, и сейчас она спокойно, счастливо вынашивает своего ребенка. И у нас есть уже человек 5, наверное, женщин, которые не только выносили, у них потом молоко плохо шло, они на камнях еще и кормили, ну, то есть полностью весь цикл, как бы, и одна женщина пришла ко мне с уже таким ребеночком, рядом муж стоит, и она говорит, спасибо, Олег Геннадьевич, вам за ребенка. А муж стоит рядом, ушами хлопает такой, будто, что такое, почему Олег Геннадьевичу, спасибо, а не мне. Ну, вот такая смешная ситуация была. Бывает такое, бывает, мы не можем помочь, но люди, иногда люди стараются за всех сил. У меня есть одна девочка, а мне нет месячных, и она с мамой вот приходит, и старается, и лечится. Один раз мама пришла, уже такая, все, я не буду лечиться. Я говорю, ну, хорошо, давайте тогда мы вам вернем деньги, все, ну, что делать, ну, не можешь помочь, что делать. она такая посидела, нет, я буду лечиться, опять по новой, и вроде, что-то изменяется. Ну, то есть, настолько тяжелая карма, что очень тяжело активизировать, и все, но я вижу, уже и сдвиги пошли. У меня яйцеклетка начала работать, как бы, яичник начал работать, но яйцеклетка еще не выходит, цикла нет, но уже, как бы, яичники начали. Ну, то есть, здесь вопрос усилий, понимаете, то есть, чем больше усилий, тем больше результат. Ну, то есть, у нас есть методика, она сильно работает, но не только у нас, я уверен, что разные есть способы. Некоторые бабушки подшептятся, и нормально. Иногда человек съездил, здоровым образом где-то пожил, в хорошей клинике, очистился, и тоже заработал. Разные есть способы, но сидеть и думать, смотреть в небо, думать, что не получится, это безумие. Можно ли молиться о зачатии детей, или это тоже является материальным желанием, которое оскорбит Бога? Это является материальным желанием, которое оскорбит Бога. Человек должен не молиться о зачатии детей, он должен молиться о том, чтобы зачать ребенка, который бы служил Богу. То есть, надо сказать Богу, если ты дашь мне ребенка, то я буду со всех сил стараться, чтобы он тебя любил. Вот это уже будет негреховное желание. То есть, если человек так настроен, то Бог обязательно даст ребенка. Ну, то есть, если человек настроен для Бога как бы отдать, то Бог обязательно отдаст тоже. Ну, то есть, ребенка воспитывать в духовном направлении. Так Бог тогда даст ребенка. Потому что в этом и идее заключается. Мы не можем зачинать ребенка, если мы ему не можем ничего дать серьезного. Какой смысл тогда? Чем объяснить, что в пьяном виде у мужа проявляются лучшие его качества? доброта, щедрость и так далее. В трезвом виде он очень хорошо их маскирует. Причина заключается в том, что женщина не выполняет свои обязанности. Надо понять такую вещь, что за доброту, щедрость, любовь в семье отвечает жена, а не муж. Если жена не растапливает атмосферу в семье, не делает ее счастливой, значит у мужа все самые лучшие качества будут проявляться только в пьяном виде. Потому что он водкой себя растопит и в это время как бы у него все пойдет как надо. Вообще-то, когда муж приходит домой, он должен просто заходя в квартиру пьянеть от любви жены. И в этом пьяном виде у него будет все проявляться. Потому что вообще у мужчины все такие вещи проявляются только в пьяном виде. Или в пьяном виде от любви к жене, или в пьяном виде от водки. Одно из двух. Иногда в пьяном виде от любви к Богу. Но понимаете, в обычной ситуации мужчина, он должен сражаться за существование семьи. Поэтому, ну представьте, если человек на поле битвы будет вот так «Ура! всех любите, как надо». Ну что, от этого прибавится счастье у жены, что ли? Ну то есть мужчина, у него психика так устроена, он воин, он сражаться должен за свою судьбу, за семью. То есть, ну так, поэтому в обычной ситуации в жизни у мужчины не работает система вот эта доброты, любви вот так вот открыта. Она не работает, ее надо включать. Когда муж приходит домой, жена должна включить в нем любовь. Как это делать? Ну, в каждой семье свои традиции, но обычно как это делается? Жена встречает мужа с порога. Она должна, не то, что он сам должен приходить, она должна его встречать. Она встречает его с порога и не дает ему даже подумать, как ему поступать самому. Она сама все за него делает. Она берет его, раздевает, потом берет за ручку и его ведет в ванну. Должен под душем постоять, чтобы снять с себя энергию к улице, чтобы домашним стать. Потом, когда он из ванны вышел, она идет его на кухню ведет, сажает, кормит его с любовью. Потом покушал, она ведет его на диван, садится рядом, его гладит. И все. После этого у него включается система и он начинает любить жену, детей, он становится мужем в это время. Ну, становится тем человеком, который может подарить часть. Если она не понимает, жена, что в этом заключается ее женская обязанность, чтобы включить сердце мужа на домашний лад, то значит, оно само не включится. Мужчина не может сам включать свое сердце, у него нет такой системы, чтобы он сам раз и включился. Нет возможности. Только разумные мужчины могут это делать сами. В основном мужчины не способны так трансформироваться, чтобы у них все само заработало. Очень трудно, это большая аскеза на самом деле. Но для женщины это естественно и легко. Она сама соткана из любви и такие отношения для нее вполне нормальны. Поэтому женщины должны просто понимать, как себя вести правильно, чтобы у мужа не только в пьяном виде появлялась доброта, любовь, ласка, заботливость и так далее. Это вопрос уже, как женщины способны растопить в сердце мужа. В зависимости от того, сколько у него внутри напряжения, столько надо прикладывать усилий. Пока женщина не выполнила свои обязанности перед мужем, когда он пришел, она не должна отступать. Она должна сражаться за мужа до последнего. Если он еще как бы зажат, чуть-чуть остался, надо дальше служить ему, заботиться о нем. Мужчины все записывают. Интересно. Женщины смотрят, мужчины записывают. Так мы изучаем лекции.